Привет всем! Сегодня мы закончим наше повествование о кельтах и сложим окончательную картину о том, как жили кельты, на каком языке разговаривали, какая у них была промышленность. Сельское хозяйство кельтов Влияние кельтов на развитие европейского населения было чрезвычайно мощным. Прежде всего, он проявился в подъеме их экономики, связанной с возникновением крупных центров по добыче и обработке железа, а также крупных гончарных мастерских. На ранних этапах исторического развития основа экономического устройства древних кельтов составляло отгонное скотоводство, поэтому они в большинстве своем селились на берегах рек. Доминирующую роль играла в разведении крупного рогатого скота, а также овец и свиней. Хотя в сознании кельтов земледельческий труд считался унизительным. Они активно использовали прогрессивные методы выращивания и обработки различных сельскохозяйственных культур. Основу земледелия составляло выращивание злаков, пшеницы, ржи, овса. Из ячменя пекли хлеб и производили пиво, иногда добавляя к нему мед. Наряду с этим культивировались некоторые виды овощей и технических культур. Свекла, репа, лен, конопля, лук, чеснок и тому подобное. Зерно хранилось в специальных ямах, а для его помола использовали ротационную мельницу, состоящую из двух каменных жерновов весом до 40 кг и деревянной конструкции. Ремесленное хозяйство кельтов. Работа с металлом. Чрезвычайно высокий уровень развития у кельтов достигло ремесло, которое уже в эпоху поздней бронзы вышло за пределы простого домашнего производства и было представлено всеми возможными к тому времени отраслями. Кузнецы древних кельтов мастерски владели техникой обработки железа и именно они разработали или усовершенствовали весь набор кузнечных принадлежностей, почти не изменившихся до сих пор. Об уровне кузнечного производства свидетельствует тот факт, что кельты уже с 7 века до нашей эры первыми в Европе начали использовать кольчугу с разными способами скрепления колец. Кельты использовали не только низкопроцентную болотную руду, но и магнетит и гематит. Согласно данным металлографического анализа, кельты умели производить несколько видов стали с разным содержанием углерода. Они применяли закалку металла ледяной водой и огнем, насыщение углеродом мягкого железа, цементация, сварку железных и стальных полос, пакетирование. Кельтские ювелиры широко использовали чеканку и литье в обратную форму. Основными типами украшений из металла были золотые и бронзовые торквисы, шейные гривны, которые передавались из поколения в поколение и очевидно играли определенную ритуальную роль. Поясные цепи, которые были неотъемлемым элементом одежды, бронзовые у женщин, железные у мужчин и фибулы. Для изготовления браслетов и колец широко использовались стекло и сапропеллит. Металлические украшения и оружие иногда инкрустировали эмалью. Ремесленное хозяйство кельтов Легкая промышленность Значительного уровня развития достигло производство керамики. Кельты по одной из версий первыми в Центральной и Восточной Европе распространили гончарный круг. Особенностью керамического производства кельтов было примешивание в глиняное тесто графита. Посуду выжигали в печах, поверхность укрывали лоскутом, черным или темно-серым, а иногда орнаментом. В первом веке до нашей эры кельты изготавливали рисованную керамику, обычно красного цвета. Ассортимент гончарных изделий был достаточно значительным, хотя наиболее широкое применение имело ситула, своеобразное небольшое ведро по форме напоминающее срезанный конус. Посуду производили также из дерева. Именно кельтам принадлежит изобретение бочки, изготовленной из дощечек клепок, скрепленных металлическим ободом. Бочки были значительно практичнее средиземноморских амфор, и позже их использование обусловило усовершенствование технологии виноделия. Пропуская воздух, дерево позволяло вину контролируемо стареть. Кельты славились умением изготавливать практичную качественную одежду из толстой и тонкой шерсти. Типичной кельтской одеждой были короткие, долодыжки и широкие брюки, мода на которые была заимствована у кочевников. Рубашка и плащ с полами. Женщины носили длинные платья, иногда расшитые золотом. Ткани окрашивали, делая их полосатыми или клетчатыми. Образцы популярной даже сегодня клетчатой шотландской материи были обнаружены археологами среди материалов гольштадтской культуры. Торговля и логистика кельтов Есть основания полагать, что на заселенных кельтами землях действовала разветвленная сеть дорог. Известно, например, что легионы Цезаря в Галлии продвигались со скоростью до 45 километров в день, что было бы невозможно при отсутствии оборудованных дорог. Греческие торговцы британским Олоом по суше пересекали Галлию, кустью Роны в течение 30 дней. Это расстояние составляет около 900 километров, и чтобы преодолеть его за месяц, нужно было проходить не менее 30 километров в день. Строительство дорог кельтами подтверждает археологические находки. В 1985 году в ирландском градстве Лонгфорд исследовали дорогу, строительство которой было осуществлено в середине 2 века до н.э. Сохранившаяся часть дороги имела протяженность около 1000 ярдов и была построена из дубовых балок, уложенных на тонкие брусья из дуба, ясеня и ольхи. Деревянное сооружение в течение 2000 лет покрывало болото, что позволило ему сохраниться. О наличии дорог в землях древних кельтов на континенте свидетельствуют многочисленные находки лошадиных подков, которые должны были беречь лошадиные копыта от удара в твердую поверхность пути, а также многочисленные, изобретенные кельтами разновидности колесных тележек. На ранних этапах социально-экономического развития у кельтов царил натуральный обмен. Судя по экономическому устройству ранне-средневековой Ирландии, платежным средством долгое время оставался скот и любая товарная единица приравнивалась к определенному количеству голов животных. На континенте, где экономика развивалась гораздо более быстрыми темпами, постепенно распространялось денежное обращение. Некоторое время в качестве денег использовались обостренные на концах железные слитки одинакового веса. Кстати, это еще не вся история развития денег. Гораздо интереснее и подробнее об этой истории мы рассказали в одном из наших прошлых видео. Советую его посмотреть по ссылке в подсказке в правом верхнем угу. Но в середине второго века до нашей эры кельты Галии и Центральной Европы начинают изготавливать собственные серебряные и золотые монеты. Для монет использовалось только чистое золото, содержание которого достигает 97%. Сначала это были копии греческих и македонских статеров. Однако вскоре появились образцы монет с изображениями героев и мифологических существ. Как и где жили кельты Сельские поселения кельтов состояли из 5-6 дворов и редко занимали площадь более 50 соток. Типичное кельтское жилье составляло полуземлянку квадратной или прямоугольной формы длиной в 5-7 метров, на полметра углубленную в почву, что позволяло лучше сохранять тепло. Грунтовый пол иногда укрывали, толченными камнями или черепицей. Соломенную кровлю держали деревянные столбы, чаще 2, расположенные вдоль длинной оси дома. Склоны были достаточно крутыми, чтобы облегчить стекание дождевой воды и сильно выступали над низкими стенами. Последние были сплетены из веток и обмазаны толстым слоем смеси из глины, песка, соломы и шерсти. С наружной стороны эти стенки часто красили светлой краской. Жилая площадь гальских домов составляла 30-60 квадратных метров, чего было достаточно для проживания малой семьи. Реже в местностях богатых хвойной древесиной жилые помещения строились из бревен, крест-накрест, перевязанных на углах. А в Британии они чаще всего сооружались из камней и имели округлую форму. Хозяйственная жизнь сосредотачивалась в специальных помещениях. Мастерские мало чем отличались от жилых домов, но иногда были приспособлены для нужд конкретного производства. Кацкие мастерские, например, покрывались сверху компостом для поддержания требуемого для работы уровня температуры и влажности. Работа с глиной и деревом и костью проходила в разных пристройках и под навесами. Продукты хранили в деревянных амбарах, а зерно в больших цилиндрических ямах, герметично закрытых пробкой из глины и соломы. Там оно выгодно находиться несколько лет. Воду получали из колодцев, а иногда и из природных источников. Компактно расположенный комплекс из жилья, иногда мастерской, амбаров и других хозяйственных помещений, ямы для зерна и колодца составлял ферму. В первом веке до н.э. на территориях заселенных кельтами появились поселения, которые несли в себе первые признаки городской культуры. Римляне станут называть их апидумами. И именно этот термин распространится впоследствии в исторической науке, несмотря на то, что сами кельты именовали такие поселения дунум, что в переводе означало город или крепость. Самые развитые города размещались в Галии, а также на территории современных Чехии и Баварии. Одним из самых больших и наиболее исследованных кельтских городов является Бибракте. Поселение площадью 135 гектаров располагалось на холме, ныне Монбевре, и было обнесено 5-километровой стеной высотой в 5 метров и с деревянными башнями, а также рвом шириной в 11 метров и глубиной в 6 метров. Бибракте пересекали две дороги, само поселение разделялось на несколько секторов, в частности хранилища, площадь для общественных собраний, святилища, аристократические и ремесленные кварталы. Правильного городского планирования не было. Ремесленный квартал был застроен малыми, как правило 5,5 на 6,5 метров, жилыми полуземлянками и мастерскими. Были исследованы многочисленные мастерские кузнецов, ливаров, ювелиров, эмальеров, мастеров по обработке золота, серебра, бронзы и стекла. На фоне скромных домов ремесленников резко контрастировали здания аристократии, гальские по конструкции, но распланированные по средиземноморским образцам. Один из них занимал площадь 1150 квадратных метров и имел 30 комнат вокруг центрального атрия. Дом был украшен росписями и мозаиками. В другом подобном доме функционировала система отопления полов. На территории Бибракте было найдено 1579 монет, из которых более тысячи гальской чеканки. Город существовал в течение первого века до нашей эры, до пятого года до нашей эры, когда население по приказу Августа было переведено в новый город, Августодун. Язык и литература кельтов Языки, на которых разговаривали древние кельты, относятся к одним из самых древних индоевропейских языков. Предположительно, один общий кельтский язык, который существовал в начале первого тысячелетия до нашей эры, позже распался на две основные группы. Кью-кельтскую, гайдельскую, и пи-кельтскую, бретонскую. Кельтские языки сохранились до сих пор на крайнем западе Европы. К ним относятся гайдельские, гельтские языки, ирландские, шотландские и бретонские языки, кимрский, валийский, который очевидно распространен в Уэльсе, и бретонские, на котором разговаривают жители французского полуострова Британь. Доказано, что так называемый гальтский язык, древний язык континентальной Европы, относился к пи-кельтской группе. Письменные памятники древнего кельтского языка распространены преимущественно в Галии и Северной Италии, то есть в регионах, где влияние средиземноморской цивилизации чувствуется максимально сильно. Существующие короткие эпиграфические надписи, в частности на кельтских монетах, свидетельствуют, что кельты с третьего века до нашей эры использовали четыре алфавита. Иберский, греческий в ионийском варианте, лепантийский и латинский. В первом веке до нашей эры использование письменности становится более распространенным ввиду развития контактов с Древним Римом. Своего алфавита древние кельты придумать не смогли. Только лишь в Ирландии и аж в четвертом-пятом веках уже нашей эры появилась руническая азбука, которая носила название Огам. Использовалась она в основном для надписей на могилах и разграничения земельных наделов. Первые кельтоязычные произведения появляются в 7-8 веках нашей эры. Тогда в скрипториях ирландских монастырей были написаны саги, которые содержат огромные массивы информации о культуре и традициях кельтов дохристианской эпохи. Кстати, правильнее это произведение называть повести, так как их называют сами ирландцы. На сегодняшний день принята классификация саг по циклам, среди которых выделяют пять. Мифологический, героический, исторический, королевский и цикл Фина. Эти тексты в большей или меньшей степени сохранили многочисленные мифологические мотивы, имеющие явные прямые параллели в описаниях греко-римскими авторами верований и обычаев древних кельтов. Спасибо за ваше время и до скорых встреч!